Привет, ребята! Привет вам из Лондона! Привет вам из моего угла! Сегодня шестое августа, время 4 часа дня, 16 часов и температура за бортом 19 градусов тепла. Очень-очень холодно в Лондоне и в квартире особенно, и в трул-футболочке, как говорится, не камильфо. Поэтому я буду кратко, ну и тем более я буду кратко, потому что не особо много есть у меня, что вам, как говорится, поведать. Но я постараюсь триггерно победать. Сегодня 6 августа, это день бомбардировки Хроссимы, ядерным зарядом, который американцы, что называется, испытали на мырных жителях, как это у них принято. Но, естественно, что, значит, Тариху Тереш, первый и главный секретарь ООН, когда он рассказывал о том печальном вот этом событии, и что нехорошо, когда происходят эти бомбардировки, то он забыл упомянуть, кто конкретно это сделал. Ну, какая разница, как говорится, было и было, ну что тут зря воротить, кто прошлое поменит, тому, как говорится, и глаз кольца вон на что. Единственное, что нужно здесь отметить, что американцы сразу же после того, как они это произвели, и они тут же кинулись, все их врачи, ученые, они кинулись, вот, и они оказывали гуманитарную помощь пострадавшим, те, кто выжил, вот, и накопился у них огроменный опыт того, как, значит, нужно лечить или не лечить, что будет, чего не будет, это лучевая болезнь, никто не знал об этой болезни, это была новая болезнь. То есть, в общем, короче говоря, накопился у них огроменный опыт. Я хочу сказать, что, честно говоря, когда я столкнулась с чем-то необычным в Royal Society of Medicine, особенно, когда у меня вот это вот в глазах, как бы такие иглы, каждый раз ты моргаешь, при каждом твоем моргании у тебя как будто бы иглы вонзаются тебе в веки. Вот, я поворотила, я не знала, что-то такое произошло там, я поворотила, слава богу, интернет, значит, и там на ресурсе, на советском, ну, в смысле российском ресурсе, там объяснялись все симптомы после, вот это именно ядерного какого-нибудь там всякого разного, вот, мероприятия. И один меня интересовал, конечно же, скорая помощь, сами понимаете. Вот, и там было сказано, что самое лучшее в этом случае, что нужно сделать, это закапать в глаза оливковое масло. Вот, и я себе закапала в глаза оливковое масло, сразу же побежала на кухню, у меня глаза болели два дня, не сразу надо было, сразу, конечно, ну, я же не знала, через день. И я себе закапала, и у меня в глазах такое, знаете, как будто на сковородке жаришь яйцо, заскворчало. Серьезно говорю? Не шучу. Это, значит, вы видите, в очках я сижу, как говорится, и это предотвратило от слепоты, я думаю, полной слепоты. У меня больше были большие-большие проблемы с глазами очень долго. Вот, но тот факт, что я себе помогла таким вот образом, вы себе на будущее знаете, потому что кто его знает, где, что, как говорится, как хренакнет, так и хренакнет уже все-таки. Я думаю, что вот этот вот курс медсестер запаса, который мы проходили, и который на случай ядерной войны, чтобы было, никто этим делом не занимается сейчас в современном мире, а тем более на Западе. На Западе одно лекарство, это просто там молотые все знают. Но я сейчас не об этом, я потом расскажу вам о своих медицинских, как говорится, приключениях, медицинских приключениях, как они стремились уморить, и все никак у них не получается. Ну и второе событие, между прочим, очень интересное, прошло в прошлом году, 6 августа. Оно происходило в Литве. Многотысячный, просто поверьте мне, многотысячный митинг со всей Литвы. Собрались люди протестовать против вот это вот, ну, против вот это, как это называется, ну, против демократии. Ну, а отсталые, потому что называется эта организация, которая призвала людей к этим мероприятиям, называется «Щеймос Сайонга», то есть, значит, «Союз семей», так сказать. Они выступают за отсталые с точки зрения современной политической и прочей мысли отсталые вот это вот семейные ценности, вот это вот папа-мама, я, дружная семья, вот это вот, понимаете, вот это вот, в общем, короче, было это, там такое было, если бы увидели, парламент загородили, там, в общем, короче, они так боялись, и с тех пор, по-моему, забор вокруг парламента так и остался, полиция с водометами съехалась, людей там растаскивали, в общем, короче, это все было 6-го тоже, ну, в прошлом году, правда. Ну, сами понимаете, что теперь эти отсталые аборигены утверждают, что, кстати, войнушка уже, как говорится, дышит на ладан, не оправдала своих надежды, ну, от украинского народа мало что осталось, конечно, но тут еще остался польский-литовский народ, еще, как говорится, не хотят, брыкаются, вот. Вот, и поэтому, скорее всего, говорят, что на 25-й год, к 25-му году она, мол, типа, закончится, и тогда уже в 25-м году начнется что-то другое, наподобие того, что было 20-20, но оно будет какое-то такое, в общем, в основном нацеленное против детей. Я никак не характеризую их, я ничего не могу сказать, хочу только сказать, что я даже не представляю себе истоков, откуда эта организация пошла, но она, вы знаете, что в Германии очень были мощные всякие разные протесты тогда, во время 2020, вы знаете, что там засветился всеми местами, значит, Кеннеди, который сейчас хочет быть президентом Соединенных Штатов, но у него ничего не получится, естественно, но, тем не менее, он, конечно, был одним из самых таких, знаете, ярых личностей, который проявил себя во время вот этого вот всего противостояния людей, и не побоюсь этого слова «не людей». Ну вот, значит, теперь вернемся к теме, которую я вчера пыталась дважды записать, и мне ничего не получалось, я ничего не понимала, что, и никак не могла, но очень мне хотелось это сделать, и к сегодняшнему утру стало понятно, почему. Потому что только индийское телевидение, значит, брало интервью, и даже один писатель, журналист и политический обозреватель, не знаю, кто он такой, из Брюсселя, не имея представления об его национальности, вот, может быть, он даже немец, я не знаю, кто он такой, я так и не поняла, но там я имя даже не стала запоминать, потому что я ничего не понимаю, но он так критично, очень, отвечал на вопросы журналистки, еще раз повторяю, индийского телевидения, значит, он сказал, большое вам спасибо, что вы меня пригласили, потому что, сказал он, ни газета New York Times, ни Financial Times, ни все остальные вот эти вот всякие там Хилл, Шмилл, вот эти все, все-все-все, Daily Best, никто из них не попытался даже намекнуть своим читателям о том, что в Дженде происходит вот эта вот встреча 30 стран, или даже, как некоторые утверждают, 49, или, может быть, даже и всех, тысяча стран, не знаю, набралось, значит, по поводу, так сказать, в общем, они даже не могли охарактеризовать по поводу чего была, как-то, пьянка, но, значит, ну, там на сухую, потому что там же сильно у арабов не попьешь, но, тем не менее, значит, он сказал, что, вот этот комментатор, он сказал, что бессмысленное вообще сборище, смысл какой, никакого, три момента там собирались решать, первое, Россия должна выйти срочно из, значит, войны, второе, посадить Путина, срочно, и что там было третье, а, да, Россия должна заплатить все, за все разрушения, должна заплатить, он сказал, что это нереалистичные какие-то предложения, это смысла даже нечем там обсуждать, как говорится, это, это мероприятие, зачем его проводили без России, этому товарищу было непонятно, вот, вот, ну, также, уже в конце дня стало ясно, было ясно, хотя было объявлено, что эта встреча, и она как разрекламирована, будет проходить два дня, суббота, воскресенье сказано, что она закончилась в субботу, вот почему никакой информации вообще никто нигде не рассказывал, значит, ну, сейчас скажу, кто собрался, таки приехал китайский представитель по Европе, таки приехал индус, о нем индийское телевидение очень много рассказывало, кто он такой, он там цветами его встречали, значит, приехал и бразильская делегация была, и, конечно, ЮАР, там подчеркивалось особо на американском уже телевидении, что, значит, все члены БРИКСа были, за исключением России, вот, понятное дело, почему, значит, был Египет, естественно, и, значит, из таких значимых стран, там была, это, Зимбабве, Зимбабве называлась, вы помните, что президент Зимбабве сказал, что если надо будет послать войска помогать Путину, я пошлю, вот, и, значит, поэтому его имя там фигурировало, что там эта страна была, ну, естественно, была Польша, а кто еще? Европейский Союз, ну, и Британия, Британия обязательно, ну, больше других стран не называли. Некоторые утверждают, что, несмотря на то, что товарищ Зеленский говорил, что было 49 стран, на самом деле там и 30 не набралось, тем более, что сразу было сказано, что мексиканский президент вообще высказался, как говорится, прямо ясно и без всяких там этих реверансов. Сказали, что бразилец, еще раз хочу сказать, там встречались не президенты, там встречались эти представители, значит, безопасности, ну, в общем, короче, дипломаты, или кто они такие, из Министерства иностранных дел, каждой страны, которые отвечают за безопасность, поэтому от Соединенных Штатов там была Вика-печенюшница, естественно. Вот, значит, бразильский представитель сказал, что без России тут решать нечего, и вообще, как было сказано, он резко, резко поддержал своего, что называется, друга Путина. Вот, что касается китайского представителя, он сказал, что без нашего плана, из 12 планов, из 12 пунктов, как говорится, здесь ничего, пищу не сваришь. И тоже был осужден, что он своего, так сказать, друга не предал, на удивление. И самое интересное там было сказано то, что и Вика-печенюшница, и, значит, украинская делегация, ну, настаивали, чтобы приехал Китай. Настаивали. Я не знаю, чем они уже его там подкупали, бесплатно ему зерно хотели отгрузить, или что они ему хотели. Ну, в общем, короче говоря, китайцы, они так хотели видеть, что просто иначе бы у них все бы это распалось мероприятие. Нужно сказать, что, я так понимаю, было как это все дело задумано заранее. Значит, когда оно было задумано, оно было задумано додолго до встречи Африка-Россия, оно было задумано аж в Японии, в которой мы так что упоминали про Хиросиму и Нагасаки. И там встречалась Семерка, когда привезли туда Зеленского. Его везли, как я говорила, через Саудовскую Аравию. В чем был смысл этого привезения, провезения, что на самом деле они там уже под ковром, как говорится, настропалили, это никому неизвестно. Но, как известно, на встрече в НАТО, опять же, та же самая Семерка, этот японский представитель стоял по центру, и он твердил, что мы теперь будем покровительствовать Зеленскому изо всех последних сил. И, естественно, в это время, это все время шел контрнаступ. Но он уже тогда, было понятно, что он уже проваливается. Тем не менее, сразу же, буквально после Японии, в Копенгагене было первое совещание. Но все забывают, когда говорят про первое совещание в Копенгагене, забывают, что еще раньше было совещание в Лондоне. И именно идея о том, что Россия должна платить и каяться, что Россия будет, так сказать, новый план маршала для Украины осуществлять за счет России, это было в Лондоне. Товарищ Сунак, он же умеет деньги считать, вот он это все придумал. Потом, значит, в Копенгагене они там, видать, обсудили, кто сколько, как говорится, будет затребовать, ну и какие там, знаете, план маршала, ну что, кто сколько еще, какой контракт, кому что усветит, кто какую землицу на Украине еще под это дело прикупит себе, вернее, прихватизирует. И, в общем, короче говоря, это все дело решили закрепить вчера и сегодня. Но, несмотря ни на какое давление, несмотря ни на что, несмотря на то, что в Санкт-Петербург приехало мало, так сказать, глав государств, тем не менее, они там порешали. Как было сказано, что, как говорится, основной там вот это вот пчелиный рой, там вот из всех, там столько было народу, я просто видела прямое включение, там было много народу. Но самые заглавные переговоры проходили в тиши, как говорится, кабинетов на другом уровне. И о чем они там договаривались, можно косвенно судить по заключительному слову товарища Путина. Буквально у него, что называется, план маршала для Африки. Раборизовался в его речи. Наверняка там поподписывали очень много всяких соглашений. И чтобы перебить эту повестку, была задумана вот эта вот встреча в Дженте на два дня. Но нигде никто не увидел картинку. Ну, там есть пару фотографий, я видела, но это все там. Там не было, чтобы там, знаете, массово там, оно, видать, и не было. И в результате, теперь уже сейчас сказано, что вся эта встреча проходила в субботу, 6 часов, и все. И закончилось на том. Зеленский предоставил свой план. Значит, видимо, все там как бы сказали, ну, молодец, Володя, как говорится, дальше, дальше давай, шныряй. Вот. И, значит, я так себе очень сильно подозреваю, что эти страны были приглашены вот для чего. Это, конечно, ну, Америка это все дело, как говорится, организовала. Товарищ Миллер, который репрезентитирует, однажды он, вернувшись с отпуска, сказал, три раза повторил, что мы уверены в победе России. Ему говорят, Украина. Он говорит, ну да, мы уверены в победе России. Ему говорят, кто победит в контрнаступе, Украина или Россия? Он говорит, а, ну, это я сейчас из отпуска вернулся, сказал он, поэтому еще, кажется, не въехал, кто там побеждает. Но суть, я думаю, учитывая вот это то, что происходит сейчас в Африке, решено перенести боевые действия на Африку. Если Вторая мировая война была так, она начиналась в Африке, а потом перекинулась на Европу, то очевидно, что вот эта война, которая сейчас идет, это народно-освободительная, конечно, война против колониальных зависимостей. Уж вы меня простите, не обижайтесь, никто. Это колониальная зависимость. После развала Советского Союза вся социалистическая, как говорится, восточная Европа, включая СССР, все страны, мы попали в кабалу Запада, и мы являемся, как говорится, теперь пионерами, образцом для африканских изотран, как надо освобождаться от колониальной зависимости. Если кто помнит, в свое время, когда Джавал Харлар Ниру превозгласил, что Индия будет свободна от Великобритании, то британцы, которые все оттуда экспортировали, но был один продукт, который у Индии не было его. И британцы завозили его. Этот продукт называется соль. И британцы сказали, что вы теперь передохнете без нашей соли, потому что мы блокаду вам устроим, и мы соль вам не будем поставлять. На что он призвал свой народ. Значит, такие металлические, такие большие щиты сделали, изготовили. Они их выстелили вдоль океана, лили морскую воду на эти щиты, вода испарялась и выпаривала соль. И вот таким образом они, как говорится, боролись за свою независимость, что нет, так мы свою, как говорится, будем иметь соль. Второе было тоже, но это еще раньше у них было, когда, значит, было сказано, что вы из голды передохнете, мы вам хлеб поставлять не будем. И вдруг оказалось, что индусы стали выпекать так называемый хлеб, они до сих пор их выпекают, и для лепешки называется чапати. Чапати. Это тоже считается в Индии, и они гордятся этим, что неожиданно вот эта вот распространилась система выпечки хлеба по всей Индии. И таким образом они спаслись от голода, и это сейчас до сих пор у них, как бы, знаете, национальный хлеб всему голова в Индии. Они гордятся этим, что они так противостояли захватчикам. Но это когда вот эта война сипаев была, когда ими из пушек выстреливали добрые англичане. Надо сказать, что позиция Индии в данном вообще конкретном вопросе какая-то странная. Я бы даже не знаю сказать, какая, потому что то, что Моди сказал, что он тоже не поедет в Соф-Африку, то наводит на мысль, что даже не знаю, какой смысл проводить БРИКС, особенно учитывая тот факт, что, скорее всего, параллельной валюты вводиться не будет. И, естественно, совещание, я не знаю, чем их там, как говорится, пытались подкупить, подкупили ли их. Но я думаю, что мы еще увидим 22-го, очень это близко, недалеко, 22-го августа мы, как говорится, увидим, какой был план войны. Я бы не удивилась, если бы вот это вот в Африке сейчас не стало было так жарко, жарко. Там и так-то жарко, а сейчас еще жарчее, потому что ультиматум для Ниджера выстекает завтра. И я почему-то думаю, что Соединенным Штатам выгодно, чтобы это перекинулось на Африку. Не знаю, посмотрим. А пока, пока.